Несмотря на высокую температуру воздуха и засушливое лето, пожаров на территории Сочи в этом году произошло почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, утверждают представители МЧС. Тем не менее, ситуация, как отметили на планерке, пока далека от идеальной. Наглядное тому подтверждение сгоревшая в минувшие выходные гостиница в Адлерском районе. Глава города распорядился в ближайшее время проверить все частные отели и жилой сектор на соблюдении правил пожарной безопасности. А вот к школам и детским садам у сотрудников МЧС замечаний практически нет. Из 172 образовательных учреждений недочеты обнаружены лишь у восьми. У нас 172 учреждения принималось, из них 168. Это муниципальные, 4 краевые. Комиссия действовала в районах с 28 июля по 8 августа. Все образовательные учреждения приняты, если очень быстро. Из них 160 принято без замечаний и 12 замечаниями. 4 замечания Роспотребнадзора и 8 замечаний Госпожнадзора. Все эти замечания будут устраняться в плановом порядке. Срок устранения замечаний до 30 августа. Для того, чтобы полностью подготовить образовательные учреждения к учебному году из краевого и городского бюджетов, выделено почти 90 миллионов рублей. На эти деньги произведены ремонт учебных классов, спортзалов, замены кровли. Будет обновлена к 1 сентября и разметка на дорогах. Город уже выделил на это более 20 миллионов рублей. Мы нашли деньги для того, чтобы обеспечить полную безопасность для детей. И мы считаем, что эта дорожная разметка должна существовать до самого следующего весны, когда мы будем обновлять разметку. Я просто попрошу ГИБДД, вы отметьте, вы проверьте вот эту разметку, которую они делают, возьмите у них дислокацию и потом, в принципе, посмотрите, если она сделана некачественной и опять она отвалится, давайте заблаговременно предупредим. А нет, мы передадим в следственные органы. Говорили на планерке и о предстоящем международном инвестиционном форуме. Мероприятие пройдет в Олимпийском парке на территории бывшего главного медиа-центра. Город по традиции не только принимающая сторона, но и активный участник экспозиции. Уже известно, что будет подписан ряд соглашений на общую сумму порядка 10 миллиардов рублей. У нас есть на сегодняшний день понимание по улице Пластонская заключение соглашения на форуме, да, это в пределах уже 6 миллиардов. Нам предлагает сегодня Сбербанк, деньги в экономику города, готов подписать соглашение на уровне губернатора. В принципе, мы будем выглядеть на фоне других муниципальных образований Краснодарского края неплохо, да? Да, неплохо. Кстати, один из проектов, который представят на форуме Сочи – реконструкция центральной набережной от морпорта до стадиона. Как отметил глава города, в этом вопросе уже есть серьезные подвижки. Росимущество передало землю городу и уже в конце сезона на набережной начнут расчищать территорию под зоны отдыха. Инга Габишия, телекомпания ФКТ.